Вопрос остро такого не стоит, так как у нас направленность идет на русское виноделие, это российское, и даже с учетом открытия три года назад он также не стоял, он наоборот развивается и дает большой потенциал для дальнейшей работы. Одной из особенностей нашего винного бара это дегустационные сеты. В нашем винном баре представлено около 12 дегустационных сетов по разным регионам России, где в каждом сете по 40 миллилитров вы можете попробовать линейку вин в разных регионах нашей Родины. Коллаборация в нашем заведении присутствует в виде привлечения артистов в театр, так как название у нас «Есенин», мы проводим чтение стихов, также проходят музыкальные вечера. И раскрою небольшой секрет, мы готовим такую большую коллаборацию с артистами. Это коллаборация, связанная и с Есениным, и с вином, и с едой. На гастрономии мы делаем гастрономический спектакль, в котором вы можете слушать стихи, которые будут посвящены пятью женщинам Сергея Есенина. И в то же время под каждый образ мы подобрали тот или иной напиток – вино. Такого еще нет в городе, и мы думаем, что это будет такой серьезный прорыв в соединении культуры, русского виноделя и русского искусства в лице Сергея Есенина. Так как ты непосредственно каждый день находишься в заведении, и ты понимаешь, что мнение людей и их расширение кругозора в области российского виноделия, оно с каждым годом увеличивается. И мы на базе нашего винного бара стараемся на это влиять, объясняя людям, что это заблуждение, что в России нет вин, в России много вин, много прекрасных вин, и мы этим гордимся. У нас более 160 вин, и мы постоянно с нашим сомелье находим какие-то небольшие виноделия, которые презентуем в виде дегустации в нашем баре, тем самым развивая это направление.